всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот ну и сегодня я продолжу вам рассказывать про свои любимые воблеры это youtube и буду рассказывать про те воблеры которые у меня в прошлом сезоне рыбачили по которым я имею какой-то определенный рыболовный опыт понятно что воблеров очень много а я один и попробовать до такой степени очень глубоко изучить каждый воблер конечно не представляется возможности но каждому воблеру и тумовскому которым я рыбачу я уделял минимум как два-три дня бесперерывных рыбалок до на речке ну и в то же время подмечал их какие-то особенности ну а какие это воблеры которые мне очень сильно запали в душу теме я продолжаю ловить на ловью и ловлю на протяжении всего сезона вот ну и сегодня у меня будет рассказ вот про такой воблер и тума называется он худра джек вот вот его надпись вот а задержу специально чтобы все видели вот в таком большом размере ну вот как бы сказать он у меня остался один видите уже оснащая его тройником с оперенной мухой при этом как бы вот эти воблеры и тумовские в целом они не боятся вот этих вот каких-то оснащений там оперение тройников или еще что-то взять какие-то вот именно дорогие японские воблеры вот именно дорогие японские воблеры которые там заточены под какой-то определенный момент да там допустим стоит даже поменять тройники более тяжелое других размеров соответственно не сразу же стоят колом уколом это так образно выразился то есть по крайней мере их не игра и поведение в воде резко меняется может вообще прекратиться я встречался с воблерами определенная допустим вот как у смит да там допустим можно поменять тройник на пару даже на номер больше как игра просто в ноль прекращается он просто даже не заводится то есть и так вот большинстве случаев с дорогими воблерами здесь как бы вот добавление оперения и смены тройника не приносит какого-то такого значительного урона этим воблером видим что это все семейство крэнк такая большая мощная лопата которая соответственно у нас сломать ее очень очень трудно видно такое вот отверстие по нему соответственно проходит струя воды конкретно я могу только предположить для чего она создана истинное назначение конструкторов для чего-то сделано я не могу сказать может быть просто для привлечения какого-то звука шума чтобы рыба подходила но то что это не какой-то там устойчивости курсовой или вообще в какой-то устойчивости ему не добавляет это факт это отверстие скорее всего просто как звуковое вот есть они в разных размерах эти воблеры данный воблер этот у нас весит 10 грамм и погружаются на глубину до трех метров вот видите у меня их тут целая гирлянда с разными цветами сейчас я просто уберу коробочку на личном со стола чтобы это все не занимало возьму воблеры хотя бы по одному цвету но опять же цветов их очень много в принципе youtube удовлетворяет цветами как бы сказать много рыболов в принципе найдут себе нужные цвета то есть видите у меня все оттенки цветов они ближе к натуральным идут то есть моя философия рыбалки такая что я пользуюсь цветами близкими природным да вот что-то вот в таком вот духе если можно так сказать вот ну вот можно посмотреть вот они эти худро джеки исполняется какие цепские надо отметить их не крючки и тумовские они очень-очень-очень хорошие и вот буквально пока даже разговариваешь ему цепляется сразу же за кожу уберу меня по рыбачу дело в том что вот этот воблер он как бы сказать они немного у меня лавне их было тоже штуки три или четыре я их всех утопил то есть мы их с андреем перри упал перри утопили потому что в один какой-то прекрасный момент именно этот воблер выручил нас на рыбалке на горной реке все семейства гидро джеков этот сп это тоже гидро джек 40 сп видите то есть все как бы сказать их не и семейство но глубоко погружаемая видим это до трех метров 10 грамм весит гидро джек 40 сп это у нас весит 545 до вес и тренинки снимаю и глубина его до двух метров то есть все они глубоко погружающиеся к рынке вот такие вот и получилось как что в один прекрасный день мы приехали на горную речку была большая как бы сказать вода и она была мутная то есть именно пришлось рыбачить в большой мутной воде и соответственно вода достаточно была высокая и все стандартные наши воблеры до которые привычно должны работать в диапазоне метра до это самая такая ну оптимальная средняя средняя оптимальная глубина на горных реках до погружения воблеров это в районе метра до грубо говоря то соответственно эти воблеры нам не давали никакого результата и было такое время года то есть рыба либо это была осень то есть она в данном участке реки либо должна катиться либо еще не катится либо уже прокатилась до как бы сказать нам прокатиться еще нет конечно было уже холодно заморозки еще еще не наступили шуга чтобы рыба прокатилась да ну как бы садьбу массовый скат рыбы от этого мы были не в понятках то есть есть рыба нет рыба и вода была большая и соответственно я своей коробке начал искать воблеры которые могут достичь определенной глубины чтобы пробить дня все прекрасно знает что на горных реках рыба никогда не стоит в поводу она всегда лежит практически на дне чтобы уменьшить сопротивление и облегчить меньше уменьшить сопротивление струи да и уменьшить как бы сказать свою энергозатратность до соответственно выбирает такие места за камнями там виде зон трумбулетности водяной или еще каким-то образом да и соответственно стоит и ждет в засаде когда будет мимо проходите я добыча либо по верху то есть если это мышь или мушка наверху какая-то страйкоза бабочка упала соответственно рыба будет подниматься но рыба никогда не стоит в пол воды и поверху она тоже не стоит не держится от этого все было понятно нужно было просто достигать дунного слоя дна грубо говоря реки чтобы успешно ловить и вот именно в этот момент эти воблеры гидроджек меня спасли его цвет может быть сыграл какую-то роль в абсолютно мутной воде то что вот он был вот такого натурального серебристого цвета да с голографией и его лопатка ли видите есть небольшие заболен и все-таки даже на большой воде он доставал дна отскакивал по камням хотя этот воблер сам лично вот этот воблер немного и порыбачил потому что было много утоплено воблеров да потому что не достигает на было зацепы но тем не менее даже по плюсом горной речки где допустим глубина и так было около двух трех метров до может около двух метров не глубокие плюсы плюс поднятие воды то есть я кидал прямо вот по мутной воде по большим плюсом и происходило какое-то непонятное чудо для нас обоих с другом то есть выходили даже не выходили были просто поклевки больших линков именно клевали большие трофейные линки прямо с плюс а большую воду вот соответственно на косах ловля на косах на к нам большую воду не принесла никакого результата никакими воблерами видно рыбы было мало либо она просто отсутствовала на косах стояли на плюсах глубокой в мутной воде и линки крупные и вот это и элемент сыграл неплохой результат тем не менее даже вот такой до двух метров ныряющий тоже воблеры имеют хорошие характеристики для полета видеть я думаю очень четко наглядно передается звуком очень четко забросом тут никаких проблем нет шумовыми вибрациями тоже видно вот еще вот это отверстие может играть какую-то магическую роль что рыба выходит на него очень хорошо тройники замечательные хороший полет not и теперь я про этот воблер хочу хочу сказать вот именно его устойчивость на течение она не совсем меня порадовала то есть этот воблер уитума я бы сказал бы в этом плане для горных рек не очень идеально подходящий в каком плане в плане что на развороте скажем тогда когда вы допустим стоите на берегу до течение проходит вы кидаете воблер какой-то момент его сносит и в какой-то момент он все равно как бы должен сделать петлю до развернуться и пойти против течения на вас до код в момент этой дуги петли до когда происходит разворот и вот когда он начинает на течение разворачиваться он начинает заваливаться иногда даже вот выходит наверх то есть то ли вот из этой площади тела он заворачиваться сразу же большая лопатка видно дует струя его сразу уталкивает он с 1 поднимается делается наверх и потом когда вы перестаете крутить ручку катушки он опять лопаткой ловит струю и погружается то есть вот есть такая особенность на развороте он выскакивает на быстром течение горных речек но я к этому конечно приспособился соответственно когда идет петля я в этот момент просто перестаю крутить катушку то есть ручку катушки на спиннинге да и соответственно вниз не увеличивая скорость он медленно сам помаленьку разворачиваться и встает против течения тогда я начинаю делать подморку то есть я как бы приспособился к этому моменту на моменте разворота я просто еще раз повторяюсь перестаю как бы сказать вращать ручку катушки чтобы уменьшить скорость и он сам более-менее адекватно справляется на развороте не выскакивая ну я думаю в регионах средней полосы россии не имея рек с таким быстрым течением я думаю он будет идеально работать и не доставит никаких проблем рыболовом которые будут его эксплуатировать и ловить рыбу вот это вот единственный недостаток вот этого воблера если про до этого про все воблеры тума я рассказывал рассказывал что они очень четко сделал делают струю держит струю на при любых условиях то вот у этого как год получился такая вот небольшая вот заминочка вот в этом плане тем не менее воблер перспективный и в определенных условиях приносит неплохие результаты это опять же если нужно будет вам достигать больших придонных слоев речки это хорошо под заломки дать это хорошо просто пробивать глубокие плюсы где может стоять рыба тройники достаточно мощные и сильные стоят и спокойно справляется даже стоим и шатами до 10 килограмм и больше вот и соответственно несмотря на его большие размеры да это конечно привлекает самого неактивного хищника то есть видите воблерок такой сам по себе небольшой до всего то вот его как по маркировке 4 сантиметра а может нурную два метра если там будет стоять трофейный какой-то хищник например в виде линка да то конечно линок это не таймень и он не откажется от такой маленькой слабенькой добычи однозначно как бы сказать цвета мы видим есть самые разные я вот именно облюбовал такие такую цветовую гамму и тоже есть у нас люди на дальнем востоке которые тоже как бы привержив приверженцы в чистых горных речках ловить именно натуральными цветами хотя работают и всякие разные окраски ну вот я именно из своего опыта склоняюсь к натуральным цветам так ну вот уважаемые рассказал я вам про этот воблер кому понравилось ставьте палец вверх делитесь этим видео с друзьями до свидания уважаемые до новых встреч